напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так как в советские времена в народе называлась химическая завивка с начесом а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в 80-е годы была очень популярна химическая завивка которую дополнительно начесывали для придания объема такую прическу в шутку называли взрыв на макаронной фабрике в каком городе начали впервые выпускать водку столичная рецептура и товарный знак водки столичная были зарегистрированы в 1938 году но производство началось лишь в 1941 году первая бутылка была произведена в блокадном ленинграде как в народе называли шапку гоголь которую особенно любил леонид брежнев гоголь это цельно меховая шапка с небольшими отворотами и характерной вмятиной на тулье по типу пилотки изготавливалась преимущественно из пыжика приобрела максимальную популярность благодаря брежневу и стала символом партийной элита 60-х 80-х годов в народе такую шапку называли пирожок что публиковалось в журнале дружба народов дружба народов советский журнал основанный в марте 1939 года альманах выпускался с целью популяризации произведений писателей из союзных республик они публиковались в переводе на русский язык как назывался шоколад который входил в паек советских летчиков и подводников начиная с 1941 года на фабрике красный октябрь начали выпускать шоколад кола специально для летчиков и подводников в его состав входили кофеин и теобромин концентрация тонизирующих веществ была достаточно высокая поэтому на упаковке был указан режим приема как у лекарства сколько в 1970-х годах стоили сигареты новость сигареты новость за 18 копеек отличались хорошим качеством и пользовались популярностью в народе этому также способствовал тот факт что эти сигареты очень любил брежнев хотя ходил слух что для главы государства выпускают более качественные сигареты чем для простого народа а как назывался первый стиральный порошок советского производства до определенного момента лучшим средством для стирки считалось хозяйственное мыло а в 1953 году был выпущен первый синтетический стиральный порошок новость он был изготовлен на основе гидрогенизированного жира китообразных как зовут советскую актрису сыгравшую анну каренину самый узнаваемый образ анны каренины не только для отечественного но и для зарубежного зрителя создала татьяна самойлова в экранизации александра зархи в 1967 году режиссер снял фильм точно по книге на роль главной героини претендовали первые красавицы того времени или на быстрицкая людмила чурсина татьяна доронина но александр зархи выбрал самой лову ее темные глазки и волосы бледная кожа удачно вписывались в аристократический образ карениной который описал лев толстой кто из советских космонавтов увлекался созданием почтовых марок в 1967 году алексей леонов в содружестве с художником фантастом андреем соколовым выполнил серию из трех марок посвященных дню космонавтики в октябре этого же года вышла серия космическая фантастика из пяти марок в 1972 году была выпущена серия из шести марок к 15-летию космической эры а в 1980 почтовый блок к 15-летию первого выхода человека в открытый космос какой песни посвящен советский мультфильм песни летит по свету в 1965 году на студии союз мультфильм был создан кукольный мультфильм песни летит по свету посвященный широко известной песне парень на свидании исполнил для своей возлюбленной подмосковные вечера мелодию услышал соловей разнес ее по всему миру к концу мультфильма подмосковные вечера поют все народы мира на своих языках кто из глав ссср получил ленинскую премию по литературе ленинская премия в ссср это высшая форма поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки техники литературы искусства и архитектуры леонид ильич брежнев написал серию мемуаров в которую входили книги малая земля возрождение и целина за эту трилогию в апреле 1980 года брежневу была присуждена ленинская премия по литературе в каком году впервые состоялся показ модного дома дьор в москве 10 июня 1959 года в москву прилетели 12 моделей под руководством и его сен лорана возглавлявшего модный дом дьор они привезли с собой багаж с одеждой и аксессуарами застрахованный на 10 миллионов франков показ состоялся в спортивном клубе крылья советов советские женщины были восхищены нарядами известного дизайнера но сочли их непрактичными а какое первое рабочее место валентины терешковой в 1954 году после окончания семи классов валентина терешкова пошла работать на ярославский шинный завод в сборочном цехе одновременно она училась в вечерней школе с апреля 1955 года 7 лет работала ткачихой на комбинате технических тканей красный перекоп у какого государственного деятеля ссср настоящая фамилия была бронштейн лев давидович троцкий настоящее имя либо давидович бронштейн российский революционер советский государственный и политический деятель идеолог троцкизма одного из течений марксизма один из организаторов октябрьской революции 1917 года один из создателей красной армии один из основателей идеологов коминтерна как называлась операция 1922 года по высылке из ссср инакомыслящих деятелей науки и культуры философский пароход это операция по высылке оппозиционных представителей интеллигенции поддерживаемая лениным 29 30 сентября 1922 года два пассажирских судна доставили деятелей науки и культуры из петрограда в германию позже такие же рейсы организовывались из одессы и севастополя высылаемом разрешалось взять с собой лишь по двое кальсон две пары носков пиджак брюки пальто шляпу и две пары обуви на человека деньги и имущество были конфискованы в каком году на прилавках советских магазинов появилась электронная таблица умножения в 1974 году появилась интересная и очень полезная игрушка для школьников электронная таблица умножения от пластиковой панели отходила два проводка со штикерами одним нужно было коснуться индикатора около примера а другим около ответа в качестве награды за правильный ответ загоралась лампочка в углу прибора что это за девочка которая на фото на руках у сталина энгельсина маркизова была дочерью наркома земледелия бурят монгольской асср ордана маркизова когда девочка узнала что отец собирается на прием к сталину попросила взять ее с собой на приеме девочка вручила сталину цветы и поцеловала его в щеку чем прославилась на всю страну спустя год отец ингельсины был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной организации и приговорен к расстрелу а как назывался первый советский тональный крем первый советский тональный крем был выпущен в 1981 году фабрикой свобода крем балет в алюминиевой тубе имел плотную маслянистую текстуру и ложился плотным слоем как театральный грим поэтому его использовали в основном для вечерних выходов и закрепляли пудрой кто написал роман чипаев а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео чипаев это роман дмитрия фурманова написанный в 1923 году произведение повествует о жизни и гибели героя гражданской войны комдива василия ивановича чипаева а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется а в Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за устройство и для чего оно используется. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.